Рабочий день руководителя конной базы «Казачий дозор» Анастасии Кутузовой начинается с обхода своих четвероногих подопечных. А их здесь немало. В конюшне содержится порядка 50 лошадей. Мой день – это день сурка. Все 9 лет начинается. С утра мы приезжаем. Это первая чашка кофе. Ну а потом все как по накатанной – покормить мелких животных, кошки, собаки, пойти сделать осмотр какой-то определенный по местности, по лошадям, сделать осмотр по конюшне, где что не работает, где что сломалось, где что починить. Анастасия родом из Краснодарского края. Ее детство прошло в станице Константиновской. Именно там она увлеклась лошадьми. Ей нравилось не только кататься, но и ухаживать за животными. В 16 лет девушка переехала в Москву, чтобы получить высшее образование. Но после окончания института Анастасия всего лишь несколько лет трудилась по специальности. И когда появилась возможность работать на конной базе, она окончательно определилась, что это ее призвание. В конюшню я попала тоже совершенно случайно. Услышала про казачество. Сердце трепихнулось. И, собственно говоря, я сюда пришла. И вот уже день. А для кого вы сюда пришли? Изначально я пришла сюда ухаживать за лошадками, кататься, ухаживать, кормить. Просто получать удовольствие от этого всего. Потому что я с детства люблю лошадей. Вот уже 9 лет Анастасия Кутузова руководит конной базой в деревне Горки. Это были незабываемые дни, незабываемые моменты, когда ты в окружении большого количества лошадей. И в какой-то момент ты не понимаешь, что с ними делать, потому что их много. Их не было все детство, а тут их много. Но, вы знаете, взяла волю в кулак, не побоялась, не сдалась и начала обучаться. Все онлайн-курсы всевозможные, которые можно было посещать. В казачьем дозоре обучаются верховой езде и устраивают соревнования. Стоит отметить, что на конной базе содержат несколько лошадей ахалтыкинской породы, которые постоянно принимают участие в выставках. Здесь устраиваем часто соревнования. Вот в этом году мы хотим прямо на поток поставить, на регулярность. Выезжаем, вывозим своих детей, своих учеников, вывозим в другие КСК заниматься. Занимаем первые места, и вторые, и третьи. Бывает, и ничего не занимаем. Но сам факт, что мы уже двигаемся вперед. Еще одна неотъемлемая часть жизни Анастасии Кутузовой – это волонтерство. Вместе со своими единомышленниками она помогла спасти сбойни и подарить новую жизнь и новый дом нескольким лошадям. Теперь я свой какой-то опыт, который я могу передать своим волонтерам, девочкам молодым, которые у нас работают, к нам приходят, с нами занимаются, и мы передаем свой опыт с поколения в поколение. Также своим детям, которые у меня уже есть, мальчика, девочка, я тоже прививаю то же самое. И дочка уже у меня в маленьком возрасте, в четыре года ездит на соревнования. В конце февраля на конюшню была доставлена кобыла породы русская верховая по кличке Шанель. Лошадь была в запущенном состоянии. Лошадь привели в чувство, привели более-менее в порядок. Сейчас на реабилитации кушает, восстанавливается лечебными кормами, препаратами, ежедневными обработками, длительным выгулом, постоянным сеном. Ну, то есть все, что необходимо сейчас для лошади, мы делаем. И таких случаев спасения животных из неблагоприятных условий на конной базе много. Пока лошади восстанавливаются, Анастасия и ее друзья по возможности подыскивают им кураторов, которые в дальнейшем возьмут заботу о них на себя. Я надеюсь, что всю жизнь я проживу с людьми, всю жизнь я буду им помогать и всю жизнь буду радоваться, так сказать, этому делу.